Привет всем, с вами Кик. И в сегодняшнем взрывном дайджесте вы увидите новую текстовую бомбу, которая выводит из строя 70% айфон независимо от модели. Опасные уязвимости в почтовом клиенте Apple Mail. Новую работу робопса Spot от Boston Dynamics. Румботов, из которых вскоре можно будет создавать спутники. Доработанный автопилот от Tesla, который прошел проверку реальными условиями, и очередную порцию спутников Starlink, которая была успешно доставлена на орбиту. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Сегодняшний выпуск мы начнем с бомбической новости, которая просто выводит из строя мобильную продукцию Apple. Пока все поклонники продукции купертиновцев с нетерпением ждут новенький iPhone SE, энтузиасты обнаружили новую текстовую бомбу, которая может вывести из строя iPhone, iPad, iPod Touch с помощью одного сообщения. Уязвимость наблюдается у всех устройств с iOS 11 и iPadOS 13. По состоянию на конец января на этих версиях OS работает 70% всех iPhone и 57% всех iPad. Проблемное сообщение состоит из эмодзи итальянского флага и символа на языке синтхи. Оно приводит к краху устройства, если появляется во входящих сообщениях. Изначально баг был замечен пользователями социального новостного ресурса Reddit в мессенджере Telegram и социальной сети Twitter. Судя по всему, эта проблема не зависит от выбранного способа общения. В качестве временной меры предполагается отключить оповещение на устройстве, пока проблема не будет устранена Apple в очередном обновлении. Нужно сказать, что подобные текстовые бомбы уже не впервые обнаруживаются на программных платформах Apple. Например, в 2018 году было обнаружено опять убийственное сообщение на индийском языке Telugu. Но, к сожалению, новый убийца не единственная уязвимость. Почтовый клиент Apple Mail, предустанавливаемый на iPhone и iPad, содержит две критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам дистанционно исполнять вредоносный код и в итоге завладеть контролем над устройством. Об этом предупредили специалисты киберзащитной компании ZEC Ops. Первая ошибка затрагивает системные процессы Mobile Mail и Mail ID. Сама по себе она не представляет большой угрозы. Хакер, вынудив жертву, открыть составленное особым образом письмо, сможет только управлять содержимым ящика или переслать его себе. Однако намного большую опасность эта ошибка несет в сочетании с другой атакой ядра, например, при использовании неустранимого эксплойта Check M8 для смартфонов Apple от iPhone 4s до iPhone X с любыми версиями iOS. В этом случае киберпреступник сможет получить полный доступ к устройству. Ошибки допущены только в Mail. Сторонних почтовых приложений, а также версий Mail для компьютеров с macOS они не касаются. Специалисты рекомендуют не пользоваться клиентом на мобильных устройствах до выхода патча. Его релиз для iOS и iPadOS 1345 ожидается в самое ближайшее время. В эти дни выбор клиента или сервиса для безопасности данных стоит на первом месте, особенно если вы решили открыть онлайн-бизнес. Ведь стабильность сайта — это и есть стабильность бизнеса. RooCenter уже 20 лет является крупнейшим регистратором доменов и благодаря железной безопасности. RooCenter доверяют свои домены, такие гиганты, как Яндекс и Гугл. RooCenter — надежный партнер, где можно сделать сразу все для запуска своего онлайн-бизнеса. Выбрать имя для сайта, сделать этот самый сайт на удобном конструкторе, настроить хостинг, почту для домена и многое другое. Забирайте промокод KIK20. Он дает скидку 20% на регистрацию до 5 любых доменов в любых доменных зонах. Действует скидка до конца 2020 года. Сейчас самое время для выхода в онлайн. Дерзайте! Американские программисты разработали алгоритм для умных колонок, позволяющий им учиться распознавать действия в доме владельца под звуку, при этом почти не утруждая его. Алгоритм анализирует звуки, запоминая местоположение их источника и разбивает их на кластеры. А когда в кластере набирается достаточно похожих звуков, он запрашивает у пользователя, что это за действие. Разработка инженеров из Apple и университета Карнеги Меллана будет представлена на конференции CHI 2020. Предложенный ими метод исходит из того, что колонка обычно стоит в одной и той же комнате, в одном и том же месте. А окружающие предметы интерьера, которые, кстати, тоже редко меняют свое местоположение, обычно меняются раз в несколько лет и на протяжении этого времени издают похожие звуки. Таким образом, у голосового помощника появляется два достаточно надежных и практически неизменных параметра для распознавания. Акустическая характеристика события и его местоположение, которое можно вычислить с помощью нескольких микрофонов. Разработчики протестировали прототип умной колонки в разных помещениях. Лучший результат колонка показала на кухне. Точность классификации составила 97%. Кстати, недавно Apple зарегистрировала патентную заявку на метод, позволяющий уточнять голосовые команды умной колонки. Он предполагает, что колонка с помощью своей камеры или камеры в другом совместимом устройстве сможет понимать, на что смотрит пользователь, и понимать команды с указательными местоимениями. Ну что ж, оставим софт и перейдем к реальному железу. Компания Boston Dynamics привлекла четырехногого робота-собаку Спот к помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Механический пес уже две недели патрулирует коридоры и палаточный лагерь возле бостонской клиники, помогая медперсоналу удаленно консультировать пациентов с подозрением на COVID-19. Ранее Спот уже находили самые разные применения. Его нанимали для дистанционной проверки потенциально опасных объектов и поиска мест утечек газа, привлекали для осмотра строительных площадок и даже заставляли работать рикшей. В этот раз к голове робопса прикрепили планшет и радиоприемник и задействовали в качестве передвижного устройства для телеконференции. Спот справляется со своими обязанностями даже лучше, чем специализированные роботы для видеоконференц-связи. Гибкие и устойчивые конечности робота-собаки позволяют ему проникнуть туда, куда не могут попасть традиционные системы на колесах, а благодаря модульной конструкции Спот может быть приспособлен для выполнения других задач. Например, сейчас в Boston Dynamics работают над тем, чтобы оснастить робопса системой, которая позволит дистанционно отслеживать жизни на важные показатели здоровья, такие как температура, частота дыхания, пульс и насыщение крови кислородом. Кроме того, в будущем к спине Спот могут прикрепить ультрафиолетовые лампы для дезинфекции помещений. Boston Dynamics разрабатывает Спот уже почти 10 лет. Четырехногий робот приводится в движение электродвигателями, а некоторые его разновидности оснащаются длинной клешней, напоминающей змеиную голову. Такой манипулятор позволяет робопсу захватывать и перемещать предметы. Спот способен нести груз весом 14 килограмм, а его встроенные камеры обеспечивают обзор на 360 градусов. А тем временем швейцарские инженеры из лаборатории биороботов Федеральной политехнической школы Лозанны уже около 10 лет разрабатывают Румботов. Это очень простой и довольно дешевый модульный робот с кучей соединительных элементов и шарнирным креплением в центре. Сам по себе в одиночку он мало на что годен, но когда их много, вот тогда и начинается самое интересное. Они могут автоматически соединяться и превращаться в различную мебель, двигаться по комнате по команде владельца, манипулировать разными предметами и даже поднимать с пола упавшие вещи. Недавно инженеры показали несколько вариантов практического применения Румботов. Помимо трансформации из объекта в объект, скажем, стулья могут следовать за владельцем или наоборот убегать от него. За последние пять лет роботам заменили электронику, соединительный механизм, добавили светодиоды, захват, фонарик и датчики приближения. Более того, число активных модулей выросло с двух до тринадцати, а такое количество уже позволяет конструировать сложные объекты. Разработчики пояснили, что мебель не единственная потенциальная сфера применения таких роботов. Их можно использовать в аэрокосмических технологиях, например на МКС, при создании спутников или планетарных станций. В Китае, а если быть точнее в провинции Джэньцзян, завершилось строительство плавучей солнечной электростанции мощностью 320 мегаватт. Как сообщается, первая часть установки мощностью 200 мегаватт была готова еще в 2017. А теперь к ней добавили дополнительные 120 мегаватт. Потребителям электричество с новой станции обойдется в 12 центов за киловатт-час. Учитывая, что за год она будет производить 352 миллиона киловатт-час, ежегодный доход владельцев составит 45 миллионов долларов. При этом разведение рыбы будет приносить еще 5 миллионов долларов в год. Эксперты считают плавучие солнечные батареи очень перспективной технологией. За счет постоянного контакта с водой панели не перегреваются и работают более эффективно. Возможно, в ближайшее время мы увидим намного больше подобных проектов. И какой же кик без Илона и его футуристических проектов? Начнем с Тесла. Когда эта компания представила новую версию Model S с режимом Lodicrous в 2016 году, она завоевала титул самого быстрого серийного автомобиля в мире. С тех пор компания продолжала совершенствовать технологии и утверждала, что во время испытаний версия Lodicrous Plus способна разгоняться до 100 километров в час за 2,28 секунды. Однако до сих пор у владельцев не было возможности проверить это заявление. На днях на сайте появились обновленные данные. Утверждается, что теперь Model S в состоянии набрать 100 километров в час за 2,3 секунды. Совсем недавно глава Тесла Илон Маск рассказал в Твиттер, что система автономного управления по своим способностям превзойдет обычного водителя, поскольку никогда не отвлекается. Видео с подтверждением не замедлили появиться. Одна из функций Tesla Autopilot — система экстренного торможения. В прошлом году компания показывала ее работу во время испытаний, но теперь нам впервые показали, как она работает в реальных условиях. Компания опубликовала несколько впечатляющих видеозаписей, на которых электромобиль с включенной функцией автопилота совершает экстренное торможение, чтобы не сбить невнимательного пешехода. Другой проект Илона Маска по созданию глобальной системы спутников, предназначенной для обеспечения землян недорогим интернетом, набирает темпы. Буквально 4 дня назад компания SpaceX осуществила плановый запуск ракеты Falcon 9 с седьмой группой из 60 спутников Starlink. После успешного запуска многоразовая первая ступень Falcon 9, уже трижды выводившая космические корабли в космос, совершила плановую посадку на морскую платформу Of course I still love you в Атлантическом океане. Всего компания SpaceX уже осуществила 52 успешные посадки многоразовых ступеней. Вторая ступень Falcon 9 вывела 60 спутников Starlink в точку доставки, откуда они самостоятельно с использованием ионных двигателей выйдут на рабочую орбиту высотой 550 километров. В результате на орбите находятся 420 спутников Starlink, кроме нескольких аппаратов, сошедших с орбиты. По заявлению Илона Маска, этого количества достаточно для минимального покрытия интернетом определенных территорий, однако для стабильной работы требуется как минимум 780 спутников. Общее количество спутников, на которые SpaceX уже получила разрешение регулятора, составляет 12 тысяч штук. Кроме того, в октябре прошлого года компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч космических аппаратов, в связи с чем в середине февраля 2020 специалисты Международного астрономического союза выразили обеспокоенность планами корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 тысяч спутников в связи Starlink. Ученые подчеркнули, что такое количество космических аппаратов станет источником светового загрязнения и будет портить снимки телескопов. После последнего запуска Starlink глава компании Илон Маск заявил, что прислушается к астрономам и примет меры по снижению яркости спутников. В SpaceX изменят угол наклона солнечных панелей на космических аппаратах, а все новые спутники, начиная с девятого запуска, получат специальные зонтики из особой темной радиопрозрачной пены, которая поможет снизить количество отражаемого света. Ну а на этом на сегодня все, спасибо за просмотр, не забываем нажимать на лайк, подписку и колокольчик. До встречи, друзья!